Итак, всех приветствую, с вами я Алексей, вы смотрите YouTube канал Paradigm, и сегодня я вам расскажу о том, чему же меня научила система образования. Я говорю именно система образования, а не конкретно школа или университет, или там военка и так далее, потому что я всё это попроходил, и в общем-то, в целом могу сказать, там и там мы учимся, и там и там есть часть из этих вещей. Чему же на самом деле она учит? Потому что люди на самом-то деле считают, то есть у них ошибочное мнение об образовательных учреждениях. Также я должен заметить, что в смысле того, что этот ролик как бы, он частично с сарказмом, потому что хорошему она не учит, это во-первых, во-вторых, на самом деле её задача не учить, по крайней мере не учить знаниям. Так вот, чему она меня научила? То есть какие уроки спустя 5 лет, даже, наверное, уже 6, как я, в общем-то, закончил все эти вещи, какие же уроки я усвоил и что я помню? Ну, то есть, что осталось от образования, которое я якобы получил? Ну, первый урок – это каждый сам за себя. В общем-то, каждый сам за себя в школе, там, в университете, где-то ещё. Тебе никто ничего не должен, даже если обещал или сказал. В общем-то, были у меня случаи, то есть, например, когда препод, в общем-то, сказал, что вот, я передаю тому-то, тому-то чуваку домашнее задание, и он вам задание это раздаст, вы типа через интернет у него возьмите. И я написал этому, в общем-то, однокрупнику, однокурснику, вконтактике тогда ещё, и спросил, типа, вы даже ж мне задание, там, этот чувак говорит, ну, то есть, говорил. А он пишет, тебе никто ничего не должен, тебе там мамку попроси свою, что-то такое, короче, что-то агрессивно ответил и добавил меня в ЧС и всё. То есть, вот простейший пример, то есть, казалось бы, типа, и потом, как бы, это, у нас спрашивали, и чё, я сказал, типа, что вот он мне не выдал. И в итоге, то есть, в итоге одно задание не выполнил. Ну, типа, отговорка, ну, по-моему, мне ничего такого не случилось. То есть, препод выдал это задание, я его сделал позже. Но сам факт, что, то есть, никто тебе ничего не должен, то, что нельзя ни на кого полагаться, абсолютно ни на кого, в том числе и на тех, кто, например, за деньги хочет, там, ну, не хочет, а предлагает тебе сделать за тебя что-то и так далее и тому подобное. Там каждый сам за себя. Друзья могут тебя предать, если ты вдруг их решишь завести, и они так и сделают, как только ты им станешь бесполезен. Как бы, людям, в принципе, доверять нельзя, потому что они, типа, могут просто скинуть любую ответственность в любой момент и вообще не брать её на себя, несмотря на то, что делать вид, что они её берут, якобы. Значит, второе в том плане, что каждый сам за себя, это никто не защитит тебя от травли. То есть, в принципе, я видел, то есть, что я был свидетелем травли, я даже иногда немного подвергался ей. К счастью, основным ломешкой я не был ни в одном из образовательных учреждений, но, в общем-то, была она в той или иной мере практически во всех образовательных учреждениях. Меньше всего травли было, это, естественно, уже в университете, ближе к выпуску. Ну, то есть, её не было только потому, что, в общем-то, людей заёбывали уже начальники на работах, то есть, многие работали, у многих там уже жёны и так далее. И только вот, когда их кто-то ебёт, то есть, если только быдло кто-то ебёт, в жопы и так далее, или просто начальник ебёт, ну, тоже в жопы, понятно же, то только в таком случае они не ебут тебя, то есть, они тебя не травят, потому что им некогда, потому что их самих травят. То есть, это вот педерастическая парадигма быдла. В университете идёт сплошное быдло, на самом-то деле. То же самое, как в школе, быдло находится просто потому, что это общеобразовательная система, то есть, оно по-любому где-то должно учиться, и то есть, его как-то меньше, потому что ещё, кроме тех детей, которые изначально не пошли в школу, все остальные находятся ещё в этой школе. А потом, то есть, после школы всё не быдло, ну, в общем-то, или уезжают за границу, или же там, не знаю, куда оно девается, но, в общем-то, в университетах гораздо больше быдло становится. Ну, и во всяких этих, как их там, бушсах, наверное, тоже. Хотя, не знаю, кстати. Всё зависит от того, как посмотреть. То есть, я слышал много чего. Значит, в чём прикол насчёт травли? Ну, травля три вида бывает её, травля инициатором, это, то есть, когда у тебя какой-то враг, вот, кому-то ты не понравился, вот, у тебя рожа неправильная, и кто-то захотел тебя травить. И начинает, собственно, травить и всех своих друзей науськивать на это. Это первый тип травли. Вторая травля, с которой я полноценно ни разу не встречался, ну, то есть, это когда, в принципе, весь класс объединён каким-то боевым педерастом, так называемым альфачом. И вот он может, типа, выбрать кого-то для травли всеми. То есть, в принципе, я с таким не встречался, потому что, к счастью, я как бы, так как образовывался, скажем так, в Украине, и как-то так получается, что у нас не бывает монополии какой-то на насилие. И, то есть, в образовательных учреждениях, к счастью, тоже все раскучковывались. То есть, есть какая-то группка из пяти человек одна, есть группка из пяти человек другая, и они там друг с другом дружат, общаются. И вот эта группка может на тебя сагриться. То есть, особенно если у тебя своей группы нету, и вот они могут сагриться и травить, и так далее. Но другая группа, она, ей пофигу на эту группу, она может, наоборот, типа, это, презирать эту группу, там, высмеивать её из-за того, что, вот, видите, они там, мудаки, мы не зря их ненавидим, они, вон, травлей занимаются. Так что, вот такая вот фигня есть. И травля препода тоже было такое. То есть, там, в частности, я был свидетелем травли, там, бабульки старой, которая математику преподавала. И, в общем-то, на неё харкали, там, бесили по-всяческому. Она там постоянно говорила. Ну, в общем, она вот такая вот постоянно орала, орала, что, вот, там, вы ничего не знаете, там, как вы смеете что-то там. И, в общем-то, вела себя как жертва. Ну, собственно. То есть, когда кто-то кого-то травит, то есть, он же любит травить. Это вот как троллинг. Это вот некое подобие, по крайней мере, это воздействие, похожее на травлю. То есть, троллинг вот это вот. Троллинг в смысле того, что с дизлайками там, с какими-то там, вот, знаете, подвести дизлайков кому-то на канал, накрутить их, там, просто загадить. Вот эти вот всякие враждебные эти. Это похоже вот на травлю. Ну, в том плане, что в интернете, ну, в интернете, кстати, вот, действительно, то есть, засрать страничку, потому что, как бы, ты-то в безопасности. То есть, из интернета можно уйти. Но, ну, в смысле, ты физически в безопасности. И ты, как бы, можешь другой аккаунт сделать. Но, если твой аккаунт, он на твое настоящее имя, например, то есть, почему я советую от интернет-травли, чтобы избавиться, у меня где-то было видео про травлю, про всякую. И как, типа, с ней бороться. Так вот, прикол в том, что ты никогда не делайте страничку в какой-нибудь сети или, там, канал на ютубе под свое имя. Потому что вас могут, как бы, затравить и, кроме того, могут в реальной жизни в таком случае найти и так далее и тому подобное. Тоже могут травить, ну, в смысле того, что если тебе дорога какая-то вещь, то есть, если у тебя, например, там, какой-то крутой канал на ютубе, то тебе будет неприятно, если его будут портить всячески, там. Будут, короче, это накручивать, дизлайки, там, гадить и так далее. Так что, вот такие вот дела. И травля препода, ни одного, кстати, была. Ну, вот, бабку вообще там обхаркивали, пока она не смотрит, там. Вот за того, что там бегали, там, бесились, выкрикивали всякие гадости. Это еще в школе было. Также там и в техникуме были эпизоды. В универе вроде бы не было, потому что в универе легко было вылететь. То есть, вообще, в школе самое то, потому что из школы никого не выгонят и так далее. И преподы, как бы, они тоже довольно бесправны по сравнению с более высшими учреждениями. Значит, второе, что я усвоил, чему я научился. Главное, не знать, а понравиться преподавателю. Неважно, как на самом деле. Главное, чтобы ответ совпадал с методичкой. То есть, ну, реально. То есть, в общем-то, или с методичкой, или же с мнением препода. То есть, на самом-то деле, это в подавляющем большинстве случаев. То есть, именно так работало. То есть, я там рассказывал, типа, предлагал, опять же, правильное решение и так далее. Ну, был случай. А у меня спрашивают, типа, как ты получил это решение? Я там рассказываю, он говорит, нет, неправильно. Мы вот учим вот эту тему, и ты должен решать так. И так далее. Типа, получилось у меня правильно, а говорят, что, типа, решение, решал ты это неправильно. Ну, не знаю. В общем, такой случай был. Опять же, типа, смотря, как посмотреть. Простейший пример, это, типа, вращается ли Земля вокруг Солнца, или Солнце вокруг Земли. То есть, и то, и другое верно, на самом-то деле. Но если скажешь, что Солнце вокруг Земли вращается, то тогда, естественно, ну, тебе вряд ли поставят что-то хорошее. Ну, это такой себе пример. То есть, бывают разные примеры. Дальше. Истины не существует. Что в действительности многие вещи, которые якобы там приняты в этих образовательных учреждениях, и какие-то догмы, то есть, реально есть догмы, и действительно наука какая-то стала догматичной. Ну, если вообще это можно назвать наукой, но как и есть догмы касательно самой жизни, жизни, так скажем, студентов, учеников и так далее. То же самое есть догмы касательно и самого материала преподаваемого. И, то есть, в действительности истины не существует. И с этим я, кстати, согласен до сих пор. Но я согласен в смысле того, что абсолютно истины не существует. Но, типа, там такое чувство прямо создавалось, что вообще никакой истины не существует. И если будешь, как бы, в вопросах даже каких-то, возможно, вкуса, еще чего-то преподавателю перечить, то она или он могут на тебя взъесться и просто занижать оценки. Да, может быть, за сам этот вопрос, который может вообще не касаться учебы, например. Если какая-то девочка придет там с малиновыми волосами в школу, то ее могут, типа, ну, не за что ее выгонять. Но поставят, как бы, двойку. Якобы за плохие знания. Типа, вот ты волосы накрасила, а в голове-то ничего нет. и так далее будет говорить. Но это если женщина-преподаватель. А у мужчины наоборот, типа, там будет тоже занижаться или завышаться оценка в зависимости от внешности этой девушки и так далее. Значит, правильный ответ лишь часть оценки. Вторая половина состоит из настроения преподавателя, твоей симпатичности и пола, а также материального достатка. Ну, то есть, на самом-то деле, вот в этих высших учреждениях, там, например, одного парня богатого, его, короче, занижали ему оценки из-за того, что он прогуливал и это, и был богатый. то есть, это бесило всех. Так вот, прикол в том, что здесь я вынужден его защищать в том плане, что, типа, он же отвечал вроде бы правильно, то есть, он, как бы, учил вне этого, вне учреждения, не ходя, как бы, на пары, не выслушивая все и не делая этого всего, то есть, то, что нужно. Но, тем не менее, ему, типа, занижали оценки, чтобы, типа, его, это, взятки получить и так далее. Чтобы он потом пришел и платил, типа, за зачеты. Ну, должен признать, что, типа, он действительно мало посещал и в этом тоже была проблема. Однако, все же такие отклонения, скажем так, от здоровой какой-то логики и справедливости присутствовали. Значит, не выделяйся. Еще одно правило, которое я усвоил. Инициатива наказуема. То есть, всегда, когда я старался, там, типа, руку тянуть, что-то там, выскакивать, выкрикивать, там, проявлять какую-то инициативу, в итоге, тебя за это никто не благодарил и, в общем-то, наоборот, это могло обернуться каким-то дерьмом. Если там старостой вызовешься, то в итоге тебе будет геморрой, в общем-то, усмирять других этих приматов, которые с тобой учатся, в том плане, что, как бы, у тебя есть обязанности, какие преимущества, там якобы есть преимущества, типа, куда-то ходить, там, себе, опять же, оценки, а, тебе оценки, типа, будут повышать, повышенные ставить и так далее, но, опять же, вся эта ответственность того не стоит, учитывая, насколько похуисты и просто придурки в твоей группе. В общем-то, инициатива наказуема. Ну, в общем, там были случаи, просто я так не вспомню, не подготовился, можно сказать. Лучшим гадят и завидуют. Естественно, это так. Это самая простая причина, вот знаете, почему там ботаников бьют. И, кстати, это в той же американской школе тоже такая фигня, что, типа, Илона Маска в детстве пиздили, бедный. Такой. Мне его прямо жалко. Ну, в общем-то, вот в том-то и прикол. Если ты будешь каким-нибудь Илоном Маском, тебя 100% будут пиздить, пытаться затравить и так далее. Или просто, типа, будут шантажировать, или ты, типа, мне делаешь домашку, или я на тебя натравлю быдло, пусть оно тебя травит. Просто отличающихся травят. причем, как я сказал уже, отличающихся могут травить не только ученики, но еще и преподы какие-то. Причем не обязательно, если ты им не нравишься. Есть такой, короче, инфантилизм, такое, в общем-то, говно, что, например, ну, травить могут наоборот, если ты понравился. То есть, знаете, как там, если девочка, там, парень ей понравился, какой-то мальчик, то она будет к нему задираться, там, в общем-то, и так далее. Ну, традиционно, это или наоборот, мальчик, вот, типа, щипать, и что-то там. Ну, это самое детское, но если говорить о том, во что оно превращается, если в более зрелом возрасте происходит, то вплоть до того, что всячески будет подсирать твою самооценку, обзывать там, просто считать говном, и это нехорошо, потому что так, так любви не добьешься. Про, да, дальше, чего еще меня научила система образования? Цель оправдывает средства. Вот это, кстати, полезная штука, ну как, она типа аморальная, но, с одной стороны, тебя сначала учат морали, я даже не помню, кто меня учил морали, то ли я сам научился, но, в общем-то, потом я от нее отучивался довольно долго, и причем путем проб и ошибок, то есть, я видел много раз, что, например, там, кого-то отпиздили, и осталось все это безнаказанным, как манипулируют глупыми, но агрессивными школьниками, чтобы натравливать их на другого школьника, там, типа, и потом хохочут, там, смотрят, как те пиздятся, и как бы на меня даже натравливали одного, то есть, сказали, что, типа, вот этот пацан говорил там что-то про твою маму, и он, короче, на меня бежит, типа, ты про мою маму что-то сказал, и такой кулаками, тух-тух-тух-тух-тух, и, короче, ужас, но, в общем-то, или, например, самый простой пример, о котором я уже рассказывал, о том, что, когда эти, дело в том, что, пинались портфелями, то есть, в детстве еще, когда даже я там, по-моему, в пятом классе, или в каком-то младших классах, на переменках, в общем-то, толкались, портфелями, пинали друг друга, школьники, потому что им не хуй делать было, и, в общем-то, один раз меня толкнули, и, в общем-то, я вогнал стекло себе там в руку, и в итоге пришлось к врачу ходить, и у меня, как бы, там шрам был, но, вроде, все нормально с рукой, зажило все-таки, так вот, прикол заключается в том, что после этого, я забил на гордость, то есть, я, типа, там, со всеми тусовался, а вот после этого случая, я прятался к девкам, то есть, девки отдельно тусуются, и парни, как бы, к ним боялись соваться, потому что, маленькие школьники, девочки, еще не слабее парней, но они отличаются, а ты, того, кто отличается, ты или травишь, ну, то есть, я мыслю, как малолетний долбоеб, то есть, малолетний долбоеб, он или травит, то есть, гадит тому, кто отличается, или же, если их много, и ты не можешь их затравить всех, то в таком случае, ты, в общем-то, держишься от них подальше, и боишься, так вот, прикол в том, что я, типа, прятался к девочкам, чтобы меня там, с портфелем не пытались толкать, им это иногда не нравилось, и эти иногда пытались, типа, меня достать, тем более, типа, что пытались говорить, что вот, типа, это не честно, типа, иди, чтобы мы тебя тут обтолкали, там, захаркали и так далее, то есть, чтобы мы тебя травили, мы хотим этого, а мне, как бы, мне пофиг, я, я лучше буду живым и здоровым, чем честным, поэтому вот так вот я отучался от некой чести и чего-то подобного, потому что это всегда выгодно тому, кто хочет насилие применять к другим, значит, отключение телефона, то есть, была такая фигня, что, в общем-то, естественно, в старших классах и травля очень жесткая была, и при этом, также неинтересно рассказывать, собственно, и вообще я там практически уже был с очень низкими оценками, и, в общем-то, все мы ходили, в итоге я забил на это все, на учебу, даже перестал посещать, и вместо школы тупо ходил в компьютерный зал, там было довольно дешево, хотя до этого, до этого, еще в младшей школе, когда у меня было, не было вообще денег, то есть, еще, в общем-то, я покупал хлеб, то есть, все приходят в столовку, или обед себе берут, там, по-хорошему, кто-то булочку покупает, там, с чаем, а у меня не было денег, ни на обед, тем более, ни на какую-то булочку, и там, типа, было номинально, что ты, там, чай 15 копеек, но это давно было в Украине, а этот хлеб 5 копеек, то есть, даже хлеб отдельно продавался, и вот у меня не было, как бы, денег, ни на что, кроме хлеба, я за 5 копеек кусочек хлеба покупал в столовке, и то есть, было довольно стыдно, и меня даже, там, показывали пальцем, о, он хлеб покупает, ну, а мне-то есть-то хочется, в общем, ужас, значит, но это было до того, и, в общем-то, прикол в том, что, когда я начал, типа, прогуливать, ходить там, в игровой зал, в компьютерный, опять же, не я один был, там один у меня знакомый, одногруппник был, он туда ходил в линейку играть, ну, типа, у меня тогда еще компа не было, и прикол заключается в том, что, да, я играл, и он играл, и еще там, с нашей школы, тоже приходили, и мне начали, типа, моим родителям звонить, и, типа, что, звонить на домашний телефон, естественно, мобильников тогда еще не было, по крайней мере, у моих родителей, и как я это решил, то есть, звонили, потом я приходил домой, неприятно было, и, типа, орали на меня, типа, ты должен учиться, там, через не хочу, что это такое, ты там, это, дворником работать будешь, в итоге, я нигде не работаю, в итоге, я хикую, так что, и я бы не сказал, зал, что это так ужасно, слушайте, работать дворником, или хиковать, это не так уж и ужасно, на самом-то деле, хотя бы жив-здоров, и, в общем-то, наслаждаю жизнью и свободным временем, так что, что я могу сказать, я просто отключал телефон, то есть, телефон, это был дешевый телефон, уже не тот, который с этим, с колесом набора, знаете, там, хотя, кстати, такой с колесом набора, у меня здесь прямо, стоит, и работает, да, то есть, представьте, с совкового времени, еще у меня стоит тут телефон, ну, а что, он мне не мешает, мой отец приходит, по нему звонит, а у меня через него интернет подключен, ну, именно через провод, так что, такие вот дела, но прикол в том, что там был штекер такой, и, в общем-то, я не выдергивал полностью провод, потому что тогда, моя бабушка или мама, они догадаются, что телефон не работает, я подгадал, что вот вечером, когда я уже прихожу, в общем-то, якобы со школы, а на самом деле с игрового зала, вот это вот там, классный руководитель, руководительница, она начинает, типа, звонить на телефон, и как раз при мне, она звонит, пристыжает, типа, орет, что вот, ваш сын, типа, не приходил в школу, и так далее, ну, и вот я прихожу, и осторожненько, контакт отвожу, скажем так, у телефона, штекер этот, привыдергиваю, но не полностью, не полностью, чтобы провод, как бы, он торчит из телефона, но контакта между проводом и самим телефоном нету, и, в общем-то, это работало, то есть, это работало, но иногда, типа, бабушка там подходила, ой, телефон не работает снова, и, в общем-то, я говорю, я не знаю, она, в общем-то, уходит на кухню, а я беру там этот контакт, возобновляю, она потом приходит, о, заработал, и, в общем-то, потом даже это, она меня просила, Леша, ты, типа, почини телефон, я, типа, такой, чувствую себя офигенно, вот, видите, что цель оправдывает средства, мне даже меня благодарили за то, что я чиню то, что сам же и ломаю, так что, ну, сам факт, то есть, когда я честный, когда я это, то меня все гнобят, а когда я обманываю, когда я, как бы, гадости какие-то делаю, казалось бы, которые, не стоит делать, то тогда, наоборот, меня за это вознаграждают, вот, факт, факт, то есть, ну, кто будет делать что-то хорошее, если, по опыту у него получается, что, будешь делать что-то хорошее, или не будешь делать чего-то плохого, обманывать не будешь, тебя будут, как бы, гнобить, еще больше, чем если ты, а за какие-то нечестные поступки, такие гадкие, вознаграждение следует, и после этого говорите о том, что, вот, типа, зло, это плохо, там, ложь, это плохо, и так далее, но это в детстве говорят, а на самом-то деле, они это говорят, потому что им выгодно, чтобы ты ничего такого не делал, чтобы они могли, как бы, тебя гнобить, и так далее, также там было дело, что я передирал там, всякие курсовые, там, еще чего-то, кстати, ну, там было, короче, по вариантам, то есть, там задали какую-то работу, по-моему, не курсовой, или курсовой, но, в общем-то, задавали работу, и она была по вариантам, и я тупо передрал, там, немножко подредактировал, там, немножко, это, слова кое-где поменял запятые, но само решение, то есть, все, что, собственно, нужно выполнять, я, типа, оставил, и в итоге, просто сдал, и норм было. Конечно, было так, что и попался один раз, но, это не всегда, естественно, это только по тем предметам, которые никто не знал, и они покупали это все, то есть, тот, у кого я передирал, он, этот курсач, в итоге, ну, то есть, он его купил, а, я, в общем-то, не решил сэкономить, а у меня просто денег не было лишних, поэтому, собственно, я передрал. Лицемерие, невозможность быть собой без губительных последствий, но это само собой, то есть, если ты, как бы, не будешь лицемерить, то, тебя, в общем-то, будут многие не любить, ну, не знаю, у кого как, дело в том, что есть люди, вот, быдло, ну, то есть, они все быдло, и, то есть, быдло, если ты быдло среди быдла, то это нормально, и, то есть, ты, как бы, как рыба в воде, и вы можете кого-то вместе травить, например, кто от вас отличается, вы можете вместе, это, присмыкаться перед каким-то лидером, альфачом, там, нагибатором, вы можете, там, это, заниматься своими быдлядскими делами, вроде как, там, романтическими делами, учебными делами, и другим говном, но я-то не быдло, и поэтому, собственно, мне приходилось лицемерить, чтобы, типа, ну, чтобы защититься от травли, от обид, от всяких, и так далее, опять же, то есть, травля бывает разная, бывает психическая, то есть, если ты, например, крупнее кого-то, но это какой-то ботан, ботаны тоже могут заниматься травлей, то есть, какие-то хулиганы травят ботанов, а ботаны травят других, кого, кто, в общем-то, не агрессивный, например, то есть, кто их не отпиздит, но при этом ботаны, они, как бы, травят именно оскорблениями, какими-то едкими, и так далее, был один там, еще в школе, который, вот, все, что он говорил, это была какая-то гадость, то есть, он, что не говорил, то оскорбления, причем без матюков, а вот именно такие оскорбления, которые обидные без матюков, на самом-то деле, я, я так не умею до сих пор, но я и не пытался научиться, но тем не менее, ну и, в общем-то, вот против таких, например, или против других, то есть, умных хулиганов, которые могли бы, например, если ты боишься пауков, то они найдут где-то паука, и кинут его на тебя, то есть, если ты не любишь, когда на тебя харкают, ну, хотя я не уверен, что вообще кто-то это любит, то они именно харканут на тебя, то есть, будут делать именно то, что тебе более всего неприятно, соответственно, ты должен надевать какую-то маску пахуиста, или симулировать, что тебе там нравятся пауки, но тебе не нравится мороженое, и тогда они будут, как бы, дарить тебе мороженое, потому что ты его не любишь, ну, это, конечно, утрирую, но, в общем-то, что-то вроде того, поэтому, собственно, нужно надевать, ну, не нужно, я надевал, в общем-то, маску такого чувака, которому все похуй, и, в общем-то, был в себе, возможно, если бы меня не подавляли, у меня бы хватило терпения на девушку, да, теперь, теперь, вот сейчас, я просто счастлив, почему я просто счастлив, потому что я могу без маски быть, вот здесь вот, я могу в интернете, анонимным, быть без маски, да, есть хейтеры, которые постоянно, по два, по три дизлайка ставят под моими видео, есть ватники, это они, хейтеры, ватники тоже, в общем-то, пидорасы, несомненно, но, какая разница, то есть, писать комментарии они не могут, потому что я их забанил, и рано или поздно, им это надоест, кроме того, дизлайки равнозначны лайкам, а много дизлайков они накрутить не могут, ну, а если смогут, то не такая уж и беда, популярность, она бывает разной, значит, прикол в том, что, прикол в том, что мне хорошо, мне хорошо одному, я просто наслаждаюсь, когда я могу быть собой, и проблема тут в чем, что вот, например, когда я вот с девушкой там был, когда у меня была девушка, то, в общем-то, перед ней как-то трудно было быть полностью собой, то есть, ну, я мог, конечно, там, в сексе, еще в чем-то, но в целом, вот я могу жить, не убираясь, например, в квартире, еще чего-то не делая там, опять же, я не могу не уделять никому время, я уделяю все время только себе, и своему там развитию, тому, что мне нравится, а девушка, она как бы требует ей внимания, и она может там, как бы, какие-то вещи перекладывать, она может там, чего-то просить, она может, ей не понравится, естественно, если у меня будет бардак в квартире, и так далее, а это, в общем-то, это не свобода, то есть, я делаю, я, то есть, должен наводить порядок в своей квартире, не ради себя, ради кого-то, то есть, то же самое, что я делал, то есть, там, притворялся ради окружающих, что я там, тот, кем я не являюсь, в общем, мне не нравится лицемерить, поэтому, собственно, а если я не буду лицемерить, то меня, как бы, девушки бросят, и поэтому лучше бросить до того, как меня бросят, лучше бросить первым, как говорится, значит, задача образования, не научить, а потратить твое время, и забить мозг бесполезной, но выгодной кому-то информацией, разные преподы рассказывают одно и то же по-разному, то есть, ну, так получилось, что я в нескольких учебных учреждениях учился, и, в общем-то, в каждом учебном учреждении одно и то же преподавали, потому что они, собственно, вначале в школе, там, основу электроники, там, закон ОМАНа, как пример, там, не только это, конечно, было, потом, как бы, в техникуме, и потом, типа, в университете, и, то есть, каждый раз одно и то же рассказывали абсолютно по-разному, и даже, если я бы взял конспект, например, из школы, с этим законом, и попытался по нему выучить то же самое из университета, то это бы не совпало, а почему не совпадает? Закон того же ОМА, а в Википедии написано еще другое, не то, что написано там у них, в общем-то, по-разному все все объясняют, и, и, им нужно именно, чтобы ты выучил их версию, то есть, их версию, то есть, это полная, полная херня, получается, что они все неправы, и Википедия может быть, кстати, неправа, хотя по ней многие будут ориентироваться, а потом, когда я пришел на собеседование на работу, то там была еще четвертая версия, то есть, по сути, полная херня, нет ничего какого-то определенного, вот непонятно, если там и формулы разные, и все там, короче, разное, то вопрос, а, а как ты будешь, как бы, работать, ну, то есть, наверное, все-таки там, где на работе требовали, вот там требовали именно настоящее, то, что действительно, то есть, что можно использовать, для, там, получения денег, для выполнения какой-то работы, и так далее, а вот все эти три варианта, которые учились, сначала в школе, потом в техникуме, потом в университете, это все хуйня, потому что она отличается от того, что спрашивали на собеседовании на работе, вот понимаете, в чем прикол, то есть, все хуйня, ты будешь учить три раза, казалось бы, одно и то же, чтобы запомнить его уже раз и навсегда, только ты запомнишь не то, что, сука, нужно, нахуй, понимаете, значит, чрезмерная нагрузка на все, на всех подряд, при которой невозможно ничего нормально выучить, знаете, самая мерзкая падла, это министр образования, или кто там этим образованием занимается, тот, кто его вообще придумал, это Пруссия придумала, то есть, это гребаные немцы до Первой мировой еще, а вы помните, что это была ось зла, то есть, в столице оси зла придумали эту ебаную систему образования, и, собственно, она создана для того, чтобы сеять зло. В общем, это мерзость, это мерзость, и никто как-то не, все забыли об этом, о том, что система образования, это мерзость, которая уничтожает людей, их мозги, и не обращали на нее внимания, и тот же совок тоже, казалось бы, хотя, не казалось бы, в общем, это все херня, в общем-то, нагрузка на всех подряд, то есть, система устроена так, что препод заебется, со своей отчетностью, с тем, чтобы вычитывать тебе бесполезную инфу, на лекциях, и так далее, и ученик заебется, потому что ему дадут кучу всяких курсачей, домашних заданий, и все это по бесполезным темам, которые ему не интересны, и не полезны будут, даже если он пойдет по профессии работать, потому что там этого всего спрашивать не будут, это чисто знание для того, чтобы хуйней страдать, и там даже я смотрел один ролик, где чувак рассказывает, а никто не говорил, что в школе, как бы, вы должны учить то, что вам пригодится в жизни, ну так, а зачем вам это учить, если оно вам не пригодится в жизни, я не понимаю, типа, ну вообще-то, в школе должно быть то, что пригодится в жизни, это ж общее образование, то есть это то, что всем должно, по идее, пригождаться, значит, в общем, что я хочу сказать, что проблема, часть проблемы только в людях самих, но часть проблемы в той системе, в которой они находятся, и, в общем-то, это гораздо большее преступление, что система сама так устроена, чем те преступления, на которые вынуждены идти люди, которые в этой системе пытаются, в общем-то, работать, учиться, или смотря для кого что. Промывка мозгов, быдлятскими клише, и патриотизмом. В общем-то, быдлятскими клише, ну, в смысле того, что, ладно, сейчас упомяну, причем часто противоречащие друг другу. Гомотравля, пристыжение, исторические литературные уроки преподают непонятно что. То есть, например, там, я учился в русскоязычной школе на востоке Украины, и, в общем-то, там рядом украинскую литературу, в чём-то, читаемо, и там одни раз рассказывают, и мы читаем про то, как пани, поганые, клятые, в общем-то, пани, катуют украинского селянина. И, в общем-то, о том, что, типа, не нужно, то есть, Россия плохая, все дела. И тут же, потом, идём на русскую литературу, и там нам рассказывают всякую войну и мир, всякие вот эти вот якшания этих помещиков, вот этих вот, в общем, как это сказать? ну вот этих вот как раз панов, как эти паны, короче, друг с другом ебутся, как они крутят всякие шашни друг с другом, о том, как кто-то там кого-то убивает, стреляется, и другой хуйнёй страдает. О каких-то военных победах русней, и подобной херни. И, то есть, это, казалось бы, противоречаще. И, кстати, украинская, ну, украинская, это нытьё, то есть, там, да, всякие эти сковороды, всякие шевченки, они, типа, ноют, что вот, плохо нам живётся. Ну, допустим, это полбитый, ну, можно, типа, это, вжиться в это, и, типа, не то, чтобы оно очень интересно, но можно прочитать, чтобы знать хотя бы, что русня притесняла наших предков. А если, в общем-то, начнёшь вот эту вот руснявую штуку читать, то получается, что это какой-то ёбаный Хованский, там, стреляется, там, с каким-то ёбаным Мэдисоном на дуэли, и, в общем-то, при этом они свои дебильные шуточки отстёгивают в процессе, и матерные стишки. И, в общем-то, всё это полное дерьмо, какого хера вообще русня учит эти все произведения. Какого хера они считаются вообще, сколько бы то ни было значимыми. Вся русская литература это говно. Ну, не знаю, там, войну и мир, может быть, ну, блин, это война и мир тоже говно, как по мне. В смысле того, что, может, она написана и круто, и что-то там, в общем, не мой стиль литературы. Опять же, почему мы должны учить литературу, если, например, мы не любим литературу. Есть люди, у которых другой склад ума. Собственно, почему я технарём и заделался, потому что я не люблю вот эти вот всякие разборки с отношениями. А их дофига. Значит, про историю я молчу, то есть, типа, ну, история у нас была одна, в принципе, но, по-моему, история была и в техникуме, и в школе, и при этом там повторение частично шло. И получается, что повторение, опять же, по-разному всё рассказывают. Учебники разные дают, по-разному рассказывают, и при этом в каждом учебнике, типа, получается, это по-разному написано. Насчёт гомотравли, пристыжения, ну, в общем-то, это такие вот внутри, внутриобразовательные вещи, то есть, о том, что принято, что круто, что вот принято, например, у них драться, если ты там с кем-то не согласен, то ты идёшь бить ему ебало где-то на перемене, куда-то. Вот такое вот у нас было принято в старших классах школы. И ты никуда от этого не денешься, типа, назначат стрелку, типа, а если не выйдешь трус, и тебя всё равно отпиздят, но уже ты будешь биться не с одним, а с несколькими, которые, собственно, там следят. Они есть закон, понимаете? В школе есть единственный закон, это те чуваки, которые могут кого угодно отпиздить и типа никто за ними не следит. То есть если ты не хочешь с кем-то драться, то ты не только трус, и тебя будут травить, но тебя тут же отпиздят все вместе. Это например. И вполне себе они, кстати, рассказывали о том, что вот, типа, что пока они говорили, пока мы несовершеннолетние, мы должны успеть как можно больше как бы отпиздить, там, типа, насладиться безнаказанностью перед законом. Они уже это все вполне себе понимали, что вот, есть там возраст наступления ответственности за свои действия, уголовной ответственности. И вот они говорили, что вот, я тебя убью, а мне ничего не будет, там, просто пожурят и все. И так вот запугивали, там, ножи носили, ну, пистолетов не было, конечно, но, тем не менее. И вот таким образом всякие клише убивались, там, кто педик, например, вот как, как в этом, как в тюрьме получается, то есть, вот, могли назвать кого-то педиком, кого-то там еще чем-то, кто-то там в футбол не играет, значит, он, типа, это, опять же, педик, типа, ты футбол не любишь, значит, педик, а ничего, что, как бы, наблюдать за мужиками, которые мяч гоняют, шары фактически гоняют, это, как раз, и есть очень педиковское занятие, или же, играть этим мячом, в общем-то, задача образования не в том, чтобы сделать тебя умнее, ну, это, я думаю, все знают, и всем это говорили, ее задача сломать тебя, отбить стремление и желание в жизни, отчасти ей это удалось и со мной, то есть, фактически, я-то хиковать решил уже после того, как попробовал, как бы, и получил опыт какой-то хотя бы работы, и попробовал устроиться, как бы, на работу, для которой, для которой я, собственно, учился, и несколько раз попробовал, и, в общем-то, когда мне это все не получилось, то я забил, так вот, в общем-то, прикол в том, что, задача ее отбить стремление и желание в жизни, почему она это делает, потому что, ты, как бы, занимаешься бесполезной работой, ты учишь то, что тебе не нужно, ты тратишь кучу времени, чтобы, как бы, сидеть, ходить, и хуйней всякой страдать, ты тратишь при этом деньги, твои родители тратят деньги, и все это очень просто отвратительно, и в итоге, когда тебе нужно действительно штурмовать, как бы, допустим, ты хочешь устроиться на работу, и тебе надо таким образом штурмовать работодателей, то есть собеседование, сотнями их проходить, то у тебя уже нет сил, то есть серьезно, я, сука, штурмовал, значит, экзамены, я штурмовал, потом, курсачи писал, там, я, короче, отсидел, там, 15 лет, то есть, человек, любой, отсиживает, там, кто-то 10 лет, кто-то 15 лет, кого-то досрочно освобождают, ну, в общем-то, все, все сидели, мы все сидели, короче, мы все в этой АУЕ культуре, надо шансончик писать о школе, не зря школьники очень любят, кстати, всякий шансон, и рэп, да, шансон и рэп, потому что, собственно, шансон и рэп, это вот эта вот маргинальная культура, и они ее любят из-за того, что, фактически, те места, где они обитают, они способствуют развитию этой маргинальной культуры и деградации самих школьников, и, в общем-то, ты, ты уже устал, и тут бабах, и все, и ты начинаешь думать, а нахуя я это все делал, блядь, и действительно, а нахуя, и я, на самом-то деле, еще раньше начал над этим заниматься, задумываться, но, типа, не бросать же все, но и в итоге, действительно, оказывается, что нахуя это все не нужно, не знаю, может, в других странах, вот, в Финляндии, там, как бы, такого вопроса в школе не возникает, потому что ребенок просто с комфортом проводит время, то есть, с комфортом и что-то изучая, да, может быть, не все из того, что он изучает, все равно пригодится, хотя там об этом заботятся, но, даже если так, ребенка не калечат, а, вот, в мои времена, по крайней мере, когда я учился, детей целенаправленно калечили системы образования, делали из них, сука, зэков и ублюдков, учитель обладает не большей компетенцией по преподаваемому предмету, чем любой из учеников, это еще одно, что я выучил, сделал вывод из образовательных учреждений, было часто, что препод по одному предмету заменял, например, другой предмет, то есть, серьезно, мало того, что они все, сука, не образованные, но я не буду говорить, то есть, я мог бы сказать, что вот, пришел, короче, с улицы, или с этого же вуза, преподом работать какой-то придурок, по знакомству, или не по знакомству, а просто потому, что не хватает этих преподов, никто не идет туда работать, в общем-то, но факт в том, что препод, который не ведет какой-то, предмет вообще, ну, во-первых, они могут ввести несколько предметов, это довольно странно, если ты специалист по одному, то ты и будь специалистом по одному, лучше дополнительные занятия введи по этому своему предмету, но нет, он, в общем-то, заменял даже те предметы, ну, разные, это не раз было, то есть, это было много раз, что тупо, кто-то там заболел, там еще что-то случилось, и тупо, вот как будто ты охранником работаешь, вот охранником работал, там парковщик, например, не вышел на сурбу, и берут одного из охранников в том месте, в котором можно, в общем-то, не так внимательно следить, и отправляют на парковку парковщиком работать, а потом, короче, бабах, инкассатором отправляют работать, и так далее, и одновременно учат все, ну, как учат, там, там и то учат, там сначала ты ходишь, как бы с кем-то, если ты в первый раз, а потом уже, могут тебя и самому посылать, самого, точнее, ну, в общем-то, прикол заключается в том, что тут такая же система, но почему она такая же, серьезно, почему, охранник, ладно уже, охраннику не так много знаний нужно, но здесь ты, блин, учишь, ты учишь, и тебя могут, блин, поставить, учить тому, что ты в первый раз видишь, то есть, вот, типа, ты учитель музыки, иди учи, короче, квантовую физику, квантовой физике у тех вот придурков, потому что учитель квантовой физики, короче, подорвался на реакторе, ну, это, это кениус, лучше бы они, наверное, отменяли занятия, или переносили их как-то, но это просто пиздец, ну, типа, так было, также некоторые тупо вычитывали лекции, ну, то есть, были такие чуваки, которые просто читают учебник, там, пишут на доске то, что там написано, напишите на доске то-то, там у них пометочки, ну, в общем, да, такое, в итоге, конечно, это полное дерьмо, у третьих, ботаны находили ошибки в уравнениях, ну, то есть, бывало так, что препод что-то написал, а его поправляют, типа, вы там неправильно решили, неправильно написали, он такой, было, кстати, по-разному, то есть, бывало, что препод, о, да, я опечатался, там, или что-то такое, а если какая-то ошибка серьезная, то он там мог начинать спорить, и даже там оценку какую-то не ту ставить, и так далее, типа, ты самый умный, там, тут, типа, написано, по-другому, ты думаешь, ты умнее учебника, ну, кто его знает, кто прав был, по крайней мере, ботан он-то сам считал, а в учебнике может быть опечатка, очепятка, так скажем, а чему я еще, что я еще понял в процессе получения образования в образовательных учреждениях, ты кусок мяса, винтик, цифра в книжке какого-то чиновника-паразита, вот, как относится государство к гражданам, и к детям, то есть, которые рождаются на его учебнике, по территории, по крайней мере, вот, в Украине до 2014 года так было, и вот сейчас, например, почему Зеленский меня взбесил, Зеленский пользуется таким же методом, он, то есть, говорит, нам нужно повышать рождаемость, педвыщу, это народженисть, и, в общем-то, какого хера, то есть, он приказывает украинцам размножаться, чувак, ты создай условия, и так безработица, сука, и так далее, кто-то там обещал 500 тысяч рабочих мест создать, так если будут рабочие места, так сюда и эти, всякие китайцы понаедут, и они будут работать, то есть, серьезно, ты хочешь, чтобы люди, как бы, рождались здесь, потому что ты не можешь привлечь мигрантов, но если здесь будет круто, то здесь, и людей не нужно будет заставлять размножаться, если у них будет нормальная жизнь, и не будут уезжать, тех, кто размножаются, ты же понимаешь, что, ну, сейчас вот размножатся украинцы, и вот будут эти дети, во-первых, эти дети, они будут еще расти 17 лет до того, как они пойдут работать, то есть, ты что, собираешься 17 лет здесь править, серьезно? Порошенко не собирался, и он такого не говорил, а этот хуй, короче, Путин из себя возомнил, в общем-то, и вот, допустим, через 17 лет, эти дети увидят, что здесь по-прежнему безработица, по-прежнему нищета, и они, в общем-то, отучившие в школе, там, вот это вот все сделал, они тупо тоже съебут, съебут куда-то, где, как бы, больше возможностей, то есть, какой смысл в Украине кого-то рожать, сейчас, если, как бы, ничего не сделано, а если будет сделано, то не только своих нарожают, но еще и там с Европы кто-то вернется, зарабитчане, если у нас, блин, зарабитчане, или ты надеешься, что они будут зарабатывать, типа, зарабатывать там где-то в Европе, а деньги присылать сюда, чтобы ты налоги с них брал, да, ну, скорее всего, у него именно такой расчет, что нарожают новых рабочую силу для Европы, и, типа, что потом можно будет драть с тех денег, что они будут высылать на родину, там родителям, или еще кому-то, но это полная херня, так, и жизнь по звонку, фиксированный режим дня, принуждение, стандартизация, массовые медосмотры, и так далее, то есть фактически в индустриальный век рабочие работали на этих конвейерах, то есть рабочие все-таки были нужны, потому что роботизированных рук манипуляторов не было, теперь они, естественно, есть, и рабочие не нужны, и, в общем-то, вот эта система образования, там она имела какой-то смысл, да, она попутно калечила психику людей, да, она попутно, короче, уничтожала их свободную волю, то есть превращала их в автоматы, для того, чтобы мировые войны устраивать, собственно, все, мировые войны и были устроены, благодаря тому, что было такое образование и так далее, потому что человек, не сомневаясь, шел на фронт, он, как бы, спокойно работал, как автомат целыми днями, подыхал рано от этого, конечно, с ума сходил, но, как бы, всем было на него плевать, потому что тогда Гитлер и Сталин и правили, и, как бы, в общем, был ужас, одна, один из темнейших веков, так скажем, да, 20 век, один из темнейших веков в человеческой истории, век потрясений, так сказать, но, в общем-то, и сейчас это, типа, продолжается, ну, может, что-то изменилось, вроде бы, там отменяют уже порицание кого-то там, детей, за что-то, и так далее. В общем-то, жизнь, позвонку, фиксированный режим дня, принуждение, собственно, к походам в эту школу, там, вынужденность просыпаться именно там в определенное время, стандартизация, стандартизация там одежд, всяких там учебников, всего остального, массовыми досмотры, то есть, опять же, как приходили, как приходили там, то флюорографию делать, то еще чего-то, и типа заводили всех вместе, то есть, как скот в стойло, то есть, меня это бесит, то есть, ну, вообще-то, медицина, это вообще такая штука, но меня всегда смущало, что, как бы, куча тела вот этих вот, запрягают куда-то, в очередь их ставят, потом, типа, ну, то есть, это как, ну, не индивидуальный подход всей этой херни, я считаю, что человек, это как бы должно быть что-то, что-то индивидуальное, что-то сокровенное, сакральное, ну, то есть, гуманизм, все дела, ценности, в центре которых человек, собственно, все делается ради человека, а тут получается, что люди просто выгружаются куда-то для какой-то процедуры, и с ними обращаются, не как с индивидуальностью, с какой-то, а просто там журнальчик есть, вот, тело это то-то, то-то, и так далее, и так далее, значит, дети, самые мерзкие, тупые, животные на земле, это еще один вывод мой, позже я узнал, что взрослые мало от них отличаются, но это, когда я поработал, в общем-то, система образования, меня, научила, что, в первую очередь, конечно же, дети, насчет преподов, я с ними не особо якшался, вдруг они, типа, только ублюдки, только в этом, на работе, скажем так, так, еще были случаи, что там препод, да, никто не защитит тебя от травли, я забыл сказать, что, типа, преподы тоже могут способствовать травле, они могут сами, во-первых, в ней участвовать, были такие дела, они могут просто игнорировать, причем, если ты попытаешься у кого-то взрослого, там, к психологу пойти, психолог скажет, что ты сам виноват, то есть, что тебя там травят, то ты сам виноват, конечно же, иди, короче, самоубивайся, ну, нет, он так не скажет, но, типа, тебе это в голову придет сразу же, значит, если же, к преподу обратишься, то, естественно, он или попытается отъебаться, типа, что, это не мое дело, там, разбирайтесь сами, и так далее, но, в общем-то, он никак не защитит совершенно, потому что такие вот порядки у них, они сами не знают, что делать, и так далее, у них инстинкт, чтобы от них отъебались, если к ним кто-то пытается помощи у них попросить, с учебой то же самое, кстати, ну, я не представляю, кто препода помощи с учебой будет просить, это довольно глупо, в младших классах что-то такое еще было, значит, такого поведения школьников, как в школе, я больше нигде не видел, ну, и не только школьников, студентов на младших курсах, техникума университета, чего хотите, подставляйте, и, если честно, зря их за это ненавидят, школы специально создают обстановку, культивирующую травлю, вот удивительно, что, вот я, у меня, я общался с некоторыми людьми, то есть, я еще, скажем так, учился в те времена, когда компьютеров мало было, мобильников было мало, еще люди выходили на улицу, интернета практически ни у кого не было, и, в общем-то, вот в процессе вот этих всех прогулок, я встречал людей, и, как бы, в основном они были адекватными, то есть, с ними можно было поговорить, там, подружиться с каким-то, школьником, я даже одного школьника в Майнкрафт научил играть, ну, это уже было позже, конечно, но, в общем-то, вне школы школьники вроде бы адекватные чуваки, но, как только, типа, в школу их запирают, они становятся дикими зверями, дикими злобными ублюдками, так что, школа, она на самом-то деле делает мерзость, и вот, когда, когда, какая-то Екатерина Шульман, она мразь, отбитая, мразотина левацкая, вот эта вот Екатерина Шульман, она будет способствовать укреплению путинского режима, и бюрократии, всего того, что культивирует человеконенавистническую систему, поддерживать будет вот эту вот систему образования, уничтожающую детей, и она с улыбкой говорила о травле, и говорила о том, что это нормально, и вообще она мразотина редкая, поэтому, если вы ее смотрите, то переставайте, я разочарался полностью, потому что вот, я тем более узнал, что в Финляндии, без травли существуют школы, по всему миру, открываются специальные частные школы, по другим методам обучения, где, в общем-то, учат без всех этих вещей, если человек хочет узнать, что такое травля, и как с ней бороться, то пусть он придет, короче, к психологу кому-то, и так далее, посмотрит, как бы, фильм 2008, кажется, года, эстонский, или какой-то, и, в общем-то, там он узнает, что это такое, но, блин, говорить о том, что ты должен, типа, сам поучаствовать в травле, сука, чтобы, типа, иначе ты, как бы, не какой-то неполноценный человек, и так далее, то есть, что это, как бы, полезно, полезно, что кого-то, короче, до самоубийства доведут, или же, до массовых школьных расстрелов, и пусть расстреливают, ну, серьезно, ну, если вы сами приводите к этому, вы что ожидаете, то есть, а потом, о, мы там хотим меньше, чтобы самоубийство учалось у детей, или мы хотим, чтобы не стреляли в школах, так, блин, ну, вы сами приводите к этому, вы запираете, сука, школьников, вместе, в таких условиях, в которых они это делают, и они начинают, там, вот, в Америке, например, оружие отбирать, ну, оружие вообще, как бы, это такое дело, интересно, но, тем не менее, это борьба с симптомами, а не причиной, нужно бороться с тем, типа, это, не было мыслей, не было ненависти к школе у школьников, а, если она будет, то в таком случае, в общем-то, будет все это продолжаться, а если вы будете отбирать, ну, возьмут они ножи теперь, а что им делать, если у них ненависть, если их затравили-то, и так далее, то есть, ну, ну, чуваки, это насилие, это настоящее насилие ради насилия, понимаете, это педерастие, педерастие, это, немотивированное насилие, садистское насилие, то есть, мы хотим тебя мучать, мы хотим тебе зла, просто беспричинно, то есть, да, мы можем не делать тебе зла, но мы будем делать тебе зло, потому что мы хотим этого, я не знаю, какая логика у них работает, но у Екатерины Шульман, похоже, такая логика, что она хочет насилия ради насилия, ущерб ради ущерба, учиться самому, да, кстати, вот, вы хотите сказать, что вот, ты типа просто критикуешь, нет, это не критика, это то, чему я научился, то есть, а, нет, подождите, вот еще, рожденный ползать летать не может, то есть, вот еще одно правило, которым я научился, богатство родителей, внешние данные, наглость и экстравертность, именно от этих врожденных параметров, зависит успешность в образовательных учреждениях и жизни, если родился без этого, у тебя нет никаких шансов у ней, так что, да, рожденный ползать летать не может, если, как бы, у кого-то что-то есть, а у тебя нет, то у тебя этого и не появится, и, как бы, изначально люди не равны, это всячески преувеличивается даже школой, начиная с того, что вот я там типа хлеб покупал, а кто-то смеялся из-за того, что у меня нет денег, и так далее, и, в общем-то, это мерзость, это, конечно же, мерзость, но, да, ну, но, кстати, вот об этом Шульман не рассказывала, а могла бы рассказать, это было бы полезно, типа, вот сказала бы, что полезного в том, что вот школьники поставлены в такие условия, где они видят ясно и отчетливо, что они никогда не будут такими, как их другие одноклассники, что, в общем-то, они люди, например, второго сорта, а кто-то будет, типа, выпендриваться, и гордиться тем, что у него там это красивое лицо, что у него там мускулы большие накачанные, и так далее, и родители богатые, и иметь гораздо больше возможностей, в том числе и лучше оценки, возможно, а возможно нет, все зависит от ситуации, иногда, например, богатых больше, наоборот, травят, значит, и как это ни странно, не все плохое, я научился, ну, я, например, научился учиться самому, да, в итоге, и то это случилось, где-то там в университете уже, значит, так как я все же большую часть времени делал курсачи и домашку сам, ведь денег у меня не было на их покупку, и, ну, и в процессе нужно и искать информацию в интернете, и считать по формулам, и разбираться с оформлением, но это побочный эффект, не все из тех, кто со мной учился, научились этому, этого не было в программе, то есть, я научился учиться самому, но я мог бы этому научиться, так как я уже научился этому, когда появился интернет, собственно, учиться самому можно в интернете, и очень легко, учитывая, что там библиотеки эти, там нужно знать еще какую книгу брать, и так далее, то есть там библиотека какая была, например, у нас в университете, в нее даже войти нельзя, то есть книги там где-то стоят, и ты просто заказываешь книгу по названию, а я там знаю, какая мне нужна книга, чтобы, например, там философию изучать, которая у меня нету вообще в этом, то есть эта библиотека, это просто, чтобы ты брал те книги, которые тебе нужны на пары, то есть на те занятия, которые вам преподают, и то есть на практике, если у тебя нет интернета, то ты библиотекой особо не попользуешься, или наугад будешь пытаться брать все эти книги, ну, в общем-то, да и неинтересно это как-то, и прикол в том, что, то есть без интернета я бы все равно не научился учиться самому, интернет он всегда учит самому учиться, и, в общем-то, получается заслуга самих образовательных учреждений здесь косвенная, однако, если бы мне не нужно было делать эти курсачи, то я, возможно, бы позже научился, уже после образования, уже выпустившись тогда, а может и не научился бы искать чего-то там, то есть необходимость, единственное, чем помогла, так скажем, система образования, это тем, что она поставила задачи, которые было трудно решить теми средствами, которые даются, в общем-то, теми, кто выдает задания, то есть тебе нужно самому что-то искать и что-то делать, ну, ну, офигеть, блин, а если бы я пошел на работу, которая требует интеллектуального труда какого-то или же что-то узнать, то я, естественно, тоже бы научился учиться самому, то есть это невеликое достижение, блин, это фигня, кстати, про системность знаний это тоже миф, нету никакой системности знаний, как я сказал, три раза одной тоже преподают, но при этом по-разному, выживать в прямом смысле слова я научился, но не специально, а научила, пытаясь убить меня, в общем-то, научила систему образования, вы можете или отправиться в опасное путешествие или просто пойти в школу, да, вы можете, короче, отправиться в Северную Корею и там вас, короче, посадят в тюрьму и вы там будете выживать и, короче, там вас будут в жопу ебать, там на бутылку сажать, как в рашке, ну, а как альтернатива вы можете просто пойти в школу, например, и там, может быть, сейчас уже опять на бутылки сажают, а может, все лучше стало, я не знаю, я, никакого желания нет у меня вообще что-то узнавать об этом, пока, по крайней мере, у меня своих детей не будет, если они вообще будут, ну, а на этом я с вами прощаюсь, вот, так я, хики, ду, чему меня научили образовательные учреждения, это просто мерзость, в общем-то, они научили меня больше всего плохому, и случайно, совершенно случайно, я пытаясь, в общем-то, решить проблемы, которыми меня наградила образовательная система, я научился и чему-то хорошему, то есть, все, чему я сам научился, это что-то хорошее, ну, или то, что нечестное, но все-таки полезное, то есть, а то, что другие меня пытались, якобы, учить, то, за что они получали зарплаты, это все оказалось совершенно бесполезным, то есть, это черная дыра, вузы, это черные дыры, в которые можно вкидывать сколько угодно бабла, и они будут просирать это бабло, попутно, уничтожая, скажем так, юное поколение учеников, студентов, и так далее. А на этом я с вами прощаюсь, всем спасибо за просмотр, конечно же, вы можете агариться, но, надеюсь, вы отнесетесь с пониманием к моему опыту, если бы меня это, у меня это не болело, я бы об этом не говорил, и всем пока-пока.